Здравствуйте! Вы смотрите программу «Власть. Открытая политика» в студии Юлия Комкина. И сегодня мы поговорим о молодежной политике, о том, насколько активны юные куряне. В студии у нас сегодня два гостя. Заместитель председателя Комитета по делам молодежи и туризма у Курской области Владимир Гребенкин. Владимир Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер. А также руководитель регионального штаба общероссийской организации «Молодая гвардия» Михаил Шумаков. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. А вам я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. А значит, вы можете звонить к нам в студию и задавать свои вопросы нашим гостям. Номер телефона на ваших экранах 70 35 15. Также свои вопросы вы можете оставлять на нашем сайте 7info.ru в разделе «Онлайн». Там мы транслируемся онлайн и обязательно зачитаем ваши вопросы в нашем эфире. Мы с вами встречаемся буквально за месяц до очень такого важного великого праздника 9 мая. В прошлом году была юбилейная дата, в этом году 71-я годовщина. Как-то готовитесь? Наверное, к вам, Владимир Владимирович, первый вопрос. Насколько активно в этом плане идет работа в регионе? Откликаются ли молодые люди на то, чтобы поучаствовать в празднованиях? Хотелось бы отметить, что молодежь на сегодня активна, причем активна в социально значимом направлении. И следует отметить, что в Курской области доверяют и разделяют направления молодежной политики 37 общественных организаций, молодежных и детских, и это 64,5 тысячи молодых людей, которые на сегодня совместно с администрацией Курской области, Комитетом по телу молодежи и туризму, реализуют в общей сложности более 400 молодежных проектов. И приятно отмечать, что из года в год увеличится количество проектов, которые направлены как раз на патриотическое воспитание молодежи. И, наверное, в первую очередь это удобно тем, что это идет формат молодежь-молодежи. Когда именно сама молодежь, лидеры формальные, неформальные, реализуют какие-то конкретные проекты, инициативы. И, наверное, здесь в том числе хотелось бы отметить, что на сегодня из 37 детских и молодежных общественных объединений большая часть проектов это патриотические. Вот, в частности, в ближайшее время стартует один из проектов, это проект общественной организации «Спарадик», как раз прирученный к памятной годовщине, к 9 мая, к 71-й годовщине Победы. Радиоэфир «Курская дуга. Великая победа». И, несмотря на то, что актив в регионе Курской области данной общественной организации порядка 100 человек, охват, который будет международной молодежи, это более 10 тысяч. Формат мероприятия будет в следующем. То, что ребята выйдут на Тепловские высоты в преддверии праздника Великой Победы и выйдут в радиоэфир на связь с более чем 100 странами. И в рамках радиоэфира поздравят и ветеранов, и молодежь, и простых жителей других государств с Великим Днем, который, на самом деле, с Великой Победой не только советского народа, но, наверное, нашего континента и всего мира. И, естественно, те проекты, которые были поддержаны молодежью в прошлом году волонтерами, это и акция «Бессмертный полк», акция «Георгиевская ленточка», «Письмо Победы», они будут продолжены. Но это ведь не получается что-то такое формальное, да? Пришли вот, или там загнали, заставили. Вот они же сами наверняка проявляют такую инициативу. Здесь как раз это молодые люди, которые сами предлагают те или иные проекты, те или иные форматы, которые современные, которые интересны сегодня молодежи. Допустим, радиоэфира, это понятно, что проект, который определенной категорией запущен, он реализуется. Допустим, акция «Письмо Победы», которая стала тоже традиционной, и в этом году стартует буквально в ближайшее время, 18 апреля. Формат Т-акции не просто написать письмо и подарить ветерану, направить родственникам ветеранов, а как раз охватить большую часть аудитории форматом использования современных технологий. Это и социальные сети, и в целом система интернет. Почему как раз это проекты, которые интересны и поддержаны молодежью? Мне кажется, Михаил прямо вот сейчас сидит, и ему хочется вставить слово, потому что ему есть, наверное, что ответить спарадику и, в принципе, всем активистам. Волонтеры Великой Победы, да, у вас в «Молодой гвардии» есть такой проект, расскажите немножечко о нем. И я знаю, что он даже дипломантом какого-то фестиваля, да, конкурса стал. Да, абсолютно правильно. И хочу сказать спасибо комитету по делу молодежи и туризму, что они поддержали наш проект. Мы выиграли в конкурсе закрытых программ, закрытых проектов. Волонтеры Великой Победы второй год становятся дипломантами этого конкурса. Суть проекта в следующем. В том, что мы проводим мониторинг мест захоронений воинских, проводим мониторинг нахождения памятных мест и состояния этих мест. И потом наши ребята на территории всей Курской области, ну в том году нам получилось охватить 10 районов нашей области, проводят там уборку, они стараются по максимуму благоустроить это место. Все проходит при поддержке администрации районов. Спасибо, что районы также это понимают. Ведь главные помощники, конечно же, это человеческий ресурс. Нам помогают с краской, нам помогают со строительными материалами, а уже наши ребята приходят и на месте благоустраивают эти места. Также задача нашего проекта, волонтеры Великой Победы, это популяризация патриотизма. Но я думаю, что его и не стоит популяризировать. Он, наверное, в душе у каждого русского человека присутствует. И мы проводим большие крупные акции. Ну, Георгиевская ленточка, кстати, это акция молодой гвардии, которую мы проводим уже на протяжении 9 лет. И в этом году мы планируем раздать более 15 тысяч метров этой ленточки на территории всей Курской области. Также в том году мы провели акцию, которая называется «Свеча в моем окне». В том году совместно с Курским государственным медицинским университетом мы проводили. Очень красиво, кстати, было. Да, очень красиво было. Мы выключили свет в общежитии и на окна поставили свечи в память о наших предках, которые ушли на войну. Но в этом году мы знаем, что исполняется 75 лет со дня начала войны. И мы эту акцию хотим провести на территории всей Курской области. Мы уже готовим объявления как в социальных сетях, так и будет большая расклейка по территории нашего региона проходить. И мы будем призывать не просто учреждения, школы, учебные заведения ответственно подойти к этой акции, но и просто всех желающих, потому что я думаю, что каждому будет приятно вспомнить своих предков, поставить свечу на окно, тем более это не так уж сложно, и выключить свет у себя в помещении. Также в том году, кстати, при освещении вашего телеканала, спасибо вам большое, мы провели акцию «Вальс Победы». Проходила она в парке «Герои гражданской войны». Мы проводили ее совместно с концертным творческим коллективом «Звездного». Был оркестр у нас, они играли музыку, и молодежь танцевала вальс. И к этой акции присоединились очень активно невольные участники этого мероприятия, это те люди, которые находились в парке. И мы получили очень много положительных отзывов в этом году. Также планируем проведение такого большого мероприятия. Ну вот, мне кажется, что это действительно такие очень хорошие и правильные мероприятия, особенно на фоне того, что сейчас такие нездоровые тенденции все-таки в мире у нас. Все-таки, наверное, не ограничивается, не дадите мне соврать, вот этими датами, праздничными датами, вот это патриотическое воспитание. Вот какие еще направления? Может быть, это допризывная подготовка молодежи? Вот как, наверное, к вам все-таки вопрос больше, Владимир Владимирович? Как строится эта работа? Ну, я думаю, что здесь стоит отметить, что одна из самых задач сегодня в целом в патриотическом воспитании граждан Российской Федерации – это сохранение исторической правды. Потому что, как вы правильно отметили, на сегодня это особо актуально. И, наверное, молодежь в первую очередь должна поддерживать это направление. И сегодня в Курской области, как и в целом по Российской Федерации, разработана программа патриотическое воспитание граждан Курской области на 16-20-е годы. В рамках данной программы ежегодно будет реализовано более 200 мероприятий совместно с органами исполнительной власти, государственными и общественными организациями, такими, как является, допустим, ДСАФ, с общественными объединениями, детскими, молодежами при поддержке военного комиссариата. У нас есть интересный положительный опыт. Допустим, на территории Курской области одно из наиболее активных поисковых движений. Центру поиска в декабре прошлого года исполнилось 26 лет. И хотелось бы, пользуясь прямым эфиром, наверное, от чистого сердца, поблагодарить поисковиков, которые, как, наверное, яркие примеры добровольцев, в течение всего периода, круглый год, занимаются очень важным делом и проводят раскопки. И самое главное, возвращают из небытия имена погибших или пропавших без вести воинов, которые защищали нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Причем хорошо, что туда подключаются постоянно новые люди. То есть это не только тот костяк, который когда-то 26 лет назад стартовал. Да, и центр поиска, он ширится. Допустим, если в прошлом году было 22 отряда, то сегодня их уже 23, и, соответственно, увеличится количество молодых людей. И хотелось бы отметить, что уже в 2006 году центр поиска был признан на всероссийском уровне как опорная площадка подготовки поисковиков в целом по Российской Федерации. И вот ради примера можно озвучить цифры прошлогодней поисковой экспедиции. В рамках экспедиции было поднято 154 останка погибших воинов Советской Армии и мирных жителей. И самое главное установлено по медальонам, по другим записям 14 имен погибших воинов. Значит, чтобы дополнить Владимир Владимирович, я хочу сказать, что в «Молодой гвардии» есть такой проект, как «Дневник ветерана. Непридуманная история войны». Мы работаем с живыми ветеранами, те, которые еще, слава Богу, дай Бог им всем здоровья, находятся рядом с нами, и мы постоянно ходим к ним в гости, спрашиваем истории, их настоящие истории, непридуманные, которые они нам рассказывают, и затем мы их сейчас записываем, и к концу года мы планируем выпустить большую книгу. На данный момент у нас, благодаря нашим активистам, и в частности Юрию Зайцев, у нас парень занимается, собрано более 200 историй о курских ветеранах, и которые в последующем мы выпустим книгу для того, чтобы не перевиралась наша история, для того, чтобы наша молодежь знала, что действительно это наши предки выиграли эту войну, это наши предки являются настоящими героями. Да, надо ухватить этот момент, потому что даже, вспоминая наши дошкольные годы, приходили постоянно ветераны на уроки, да сейчас они тоже, естественно, ходят, но это все меньше и меньше, потому что их становится меньше. И даже приезжаешь на съемку и сталкиваешься с тем, что не можешь найти героя для своего сюжета, потому что, к сожалению, уже нет возможности у человека прийти на мероприятие и пообщаться. У нас есть вопрос на сайт к Михаилу Шумакову от Филимоновой Инги. Здравствуйте, мой вопрос Шумакову Михаилу. Я из города Обаяни. 12 апреля 2016 года в Обаяни состоится молодежный фестиваль «Сеемская лига юмора». Из секретных источников мне известно, что вы мой земляк и ученик второй школы. Хочется узнать, а что же ожидает команду третьей школы и войдет ли она в тройку лидеров? Спасибо за ответ. Вот какой-то такой очень личный вопрос. Спасибо за вопрос. Да, абсолютно верно. Я из города Обаяни, ученик второй школы. На данный момент работаю здесь, в городе Курске. И 12 апреля, конечно же, обязательно я буду в Обаяни, потому что ежегодно посещаю игры КВНовские. Хочется сказать, что довольно-таки высокий уровень шуток, миниатюр у нас в городе. И в этом году, благодаря «Сеемской лиге юмора», которая в этом году вступает в свои права и будет впервые реализовываться, уровень команд достаточно высок, участвует большое количество команд. Но что хочется сказать по команде третьей школы, я думаю, что если ребята включат всю свою фантазию и все в свою смешную эрудицию, то тогда у них все получится обязательно, их команда будет в лидерах. Но мы попытаемся, конечно же, самые смешные команды поддержать. Так что, Инга, пишите шутки. Как у нас хорошо и патриотическая молодежь, и юмористическая. Талантливость. Такие разносторонние. У нас есть еще вопрос на сайт. Михеева Наталья. Хочется пожелать, чтобы было больше мероприятий антинаркотических. Мой муж не так давно стал свидетелем того, как молодой человек делал закладку наркотиков. Он его прогнал, конечно, но действительно страшно за наших детей. Вот что касается вот этой работы антинаркотической, у нас же и в регионе регулярно проходит акция, вот всероссийская сообщит, где торгуют смертью. Вот как налажена эта работа с подрастающим поколением, безусловно, очень важная, наверное, к вам. Это актуальный вопрос. Хотел бы отметить, что по поручению губернатора Курской области Александра Николаевича Михайлова в прошлом году для молодежи был создан соответствующий орган, молодежная антинаркотическая комиссия. И как раз задача данной комиссии объединить усилия общественных объединений, институтов власти для первичной профилактики социальных явлений. И, наверное, следует отметить, что, как вы уже сказали, буквально на днях завершилась всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью». И вот по предварительным данным более 800 сообщений получена она различным источником. Это и через интернет-ресурсы, и посредством телефонных звонков. И здесь, наверное, немаловажным является как раз деятельность активной молодежи. Буквально сегодня молодежное общественное объединение провели акцию «Чистый город» в городе Курске. Сейчас актуальная проблема – это скрытая реклама. Когда у нас изначально «Спайс» пропагандировали, рекламировали, прямую писали надпись «Спайс», то сегодня пишут, скажем так, аббревиатуры, различные сошифроновые слова, допустим, «Сладости» и что-то в этом роде. И как раз задача молодежи на сегодня активной – современно реагировать на данные случаи. И, наверное, здесь будет и обращение ко всем жителям, которые сейчас смотрят прямой эфир. Не быть равнодушными. Увидели данную надпись, неважно, закончилась акция, продолжается, позвоните либо в компетентные органы, либо в органы государственной власти. Я думаю, что каждый из данных исполнителей адекватно отреагирует и примет соответствующее решение. И вот я уже сказал, что сегодня в рамках акции «Чистый город» было закрашено более 20 надписей. Ну, сейчас же не только вот они, к сожалению, на зданиях, на дверях развешивают объявления, но и в интернете, в социальных сетях, и там тоже нужно быть бдительными. Вот есть проект «Киберпатруль», да, Михаил, вот расскажите, это тоже ваш проект. Да, у нас реализуется такой проект «Киберпатруль. Научись говорить нет». И хочу сказать, что Владимир Владимирович присутствовал, когда этот проект мы презентовали на территории Курской области, так как он является председателем молодежной антинаркотической комиссии города Курска. Этот проект, мне очень приятно, что проект этот придумал наш активист Кирилл Бурых, он им активно занимается. Да, действительно, очень много рекламы и на территории города, но особенно эта проблема заметна в интернете. Есть определенные сайты, где размещают открыто, в открытом доступе информацию, что можно купить определенные вещества и совершенно различный прайс у них этой продукции, то есть можно выбрать все, что угодно. Довольно-таки цены, там не сказать, что высокие. То есть есть полный спектр товаров и услуг, можно сказать так. И наши ребята занимаются тем, что выявляют эти адреса, они жалуются на них. И эти адреса, сказать, к радости наших, наверное, руководств социальных сетей, тех людей, которые там работают, их довольно-таки быстро закрывают. Больше проблема стоит в социальных сетях, потому что есть большие группы, там, например, больше 10 тысяч человек состоит в группе, и довольно-таки много информации идет. Мы же постоянно наблюдаем, что какие-то мероприятия, очень много комментариев. И часто администраторы групп, они не смотрят за теми комментариями, которые пишутся полностью в этой группе. Ну и там в комментариях может быть такая информация, что позвоните сюда, у нас есть такая продукция, и они эти комментарии не удаляют. И довольно-таки большой просмотр идет у населения этой информации. Поэтому следующим этапом нашего проекта является продвижение законотворческой инициативы для администраторов групп, где количество зарегистрированных участков более тысячи человек, чтобы администраторы этих групп давали свои данные, паспортные данные и данные, по которым с ними можно связаться, для того, чтобы они чистили свои группы, для того, чтобы они смотрели, что пишется у них в группах, для того, чтобы интернет становился безопасным. И хочу сказать, Даша, действительно, акция «Чистый город» прошла. У нас вот за эти два дня больше 20 адресов, казалось, Владимир Владимирович, закрашены. Но работа продолжается, постоянно поступают обращения. Вот сегодня активно работает управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска. Вот недавно мы созванивались и сказали, что уже сообщили еще о новых пяти адресах. То есть это будет работа вестись постоянно, и мы стараемся работать и постоянно мониторить эти адреса, выезжать для того, чтобы их закрашивать. Вот хочется сказать, ну вот ругают нас молодое поколение, говорят, что мы такие все неактивные. На самом деле вот это опровержение, да, что насколько в разных абсолютно сферах. Вот как раз про это хочу спросить. Волонтерство сейчас очень такое популярное слово, и, к счастью, это действительно добрые дела, добровольчество становится популярным. Вот как у нас в регионе с этим это развивает, и сколько у нас сегодня волонтеров зарегистрировано официально? Есть такие цифры? Ну, наверное, здесь стоит отметить, что каждый молодой человек, у которого горячее сердце, который готов дарить тепло близким людям, старшего поколения, ровесникам, младшим, наверное, он и есть, в первую очередь, волонтер. Если говорить о статистике, о цифрах, то на сегодня в Курской области зарегистрировано более 380 объединений добровольческой направленности, и профиль их довольно разнообразен и интересен. И, наверное, это связано с тем, что нравится молодому человеку, что он готов дарить, в первую очередь, сверстникам, старшему поколению. Наверное, в тех программах они себя и реализуют. Хотелось бы отметить, что когда встала проблема с переселенцами из Луганской и Донецкой областей, то активно подключились представители общественных объединений, волонтерские общественные организации, и проводят большое количество мероприятий. Это и мастер-классы, и развлекательные мероприятия. В первую очередь, конечно, для детей-переселенцев. Потому что взрослым надо решать проблемы и по трудоустройству, и по определению жилья. И в это время, конечно, кто-то должен заниматься с детьми. И понятно, учитывая то, что для детей это, конечно, большая психическая травма. Кроме того, уже обозначали ранее, что большое количество молодежи участвует в презентации патриотических проектов. И, наверное, здесь опять это идет от порыва души, от зова сердца. Ряд мероприятий реализуются для представителей старшего поколения. И, наверное, здесь далеко не самое главное помочь, допустим, в уборке помещения, вскопать огород. На сегодня представителям старшего поколения более приятно доброе слово. И, наверное, самое главное – это внимание. Внимание представителей молодого поколения. И я уверен, что данное направление в Курской области будет развиваться. У нас в самом начале эфира пришел вопрос на сайт. Я вот чуть-чуть его придержала. Гладкова Ирина. Где можно получить книжку волонтера? Что для этого нужно сделать? Я готова помогать. Учусь в восьмом классе. И слышала, что волонтерам добавляют баллы при поступлении. Это так? Вот расскажите алгоритм действия, да? Куда можно обратиться? Нужно ли вообще заводить эту книжку волонтера? Я думаю, что это новый документ, который был учрежден еще Министерством спорта, туризма и молодежной политики. На сегодня для получения необходимо обратиться в областное учреждение областного дворец молодежи, которое находится на площади Рокоссовского. Необходимо прийти и написать заявление. И затем при проведении или при участии в мероприятиях добровольческих та организация, которая выступает заказчиком или которой помогают эти волонтеры, она, соответственно, вносит запись в данную книжку волонтера. Что касается баллов, то на сегодня это принимает решение, соответственно, непосредственно учебные заведения. Но, к счастью сказать, приятно отметить то, что многие учебные заведения и учитывают и нормативы ГТО при поступлении, и, соответственно, и портфолио молодого человека. Потому что, наверное, не только очень важно иметь какие-то знания в строго узкопрофессиональной направленности, но, наверное, самое главное, чтобы каждый молодой человек был здоров, активен и, самое главное, наверное, позитивно активен. Вот у нас сейчас представители, получается, областной администрации, которая непосредственно занимается молодежной политикой. Миша, на ваш взгляд, насколько комфортно в регионе условия для того, чтобы молодой человек смог принести пользу, смог раскрыться пользу и себе, и, собственно говоря, обществу. Вы знаете, я думаю, что у нас в регионе есть абсолютно все условия для развития молодежи. Если посмотреть постоянно, я знаете, вот еще, наверное, с лагерных лет, когда я был в лагере в детском, постоянно слышу «молодежь неактивна». Потом я уже учился в институте. Да постоянно говорю. Опять «молодежь неактивна». Сейчас я уже работаю в другой структуре в молодой гвардии, опять и слышу эти те же самые слова. Вы знаете, у нас очень активна молодежь, она была активна всегда. А если посмотреть сейчас нашу молодежь, то мы можем посмотреть, что она есть везде. Это различные юмористические проекты, которые у нас проходят. Это различные добровольческие проекты, это патриотические проекты. У нас молодежь активно принимает участие в выборах. Они идут активно в предварительное внутрипартииное голосование. Они постоянно стараются быть на виду. И я считаю, что можно родиться в селе, учиться в обычной школе. Когда у тебя есть хорошее воспитание и достойное образование, то ты сам можешь придумывать проекты, ты сам найдешь себе применение. Ты сам найдешь, по какому пути тебе идти. А можно родиться в большом мегаполисе, где есть абсолютно все условия для твоего развития. И в принципе никуда не пойти, замкнуться в себе и заниматься своими делами. Так что я думаю, что здесь зависит, наверное, от воспитания в семье, от образования. А так образование у нас довольно-таки на хорошем уровне. И у нас есть отличное профильное движение в Курской области. У нас есть большое количество детских оздоровительных центров. У нас летом проводится большое количество смен. И здесь уже можно выбрать совершенно любую направленность. Если ты занимаешься Олимпиадами, если ты выиграешь какие-то Олимпиады, то ты можешь пойти в один детский центр. Если ты талантлив, творческий, ты можешь пойти в другой центр. Так что абсолютно все условия есть. Главное – найти себя. А вы будете поддерживать, да? Так точно. И раскрывать вот это все. Будем помогать молодежи раскрывать свои таланты. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию. К сожалению, время эфира подошло к концу. Приходите к нам еще. Мне кажется, очень получилась содержательная беседа. Молодым людям пожелаем вот этой самой активности. И все-таки пользу приносили. Правильно? Спасибо, да. Приглашайте у нас еще. Спасибо большое. Я напоминаю вам, это был прямой эфир программы «Власть. Открытая политика». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин